Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим сложные задачи на проценты. Значит, в АГ это вторая часть, сложная часть. В ЕГЭ это еще пока что первая часть. Но элементы этих задач, они как бы переходят уже во вторую часть. То есть тут уже используются формулы такие, что необходимо будут и во второй части, а именно в группе С. Итак, задача номер один. В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? Обратите внимание, что в этой задаче не говорится о стоимости акции компании. Для того, чтобы решить задачи такого плана, нам необходима формула. Х равняется у умножить на 100 минус n и деленное на 100. Что такое х? Это окончательная стоимость, в нашем случае акции. Что такое у? Это первоначальная стоимость акции. Чтобы быть точным, мы сейчас подставим знак плюс. То есть 100 плюс минус n. Если говорится, что у нас акции подорожали, мы будем ставить плюс. Если подешевели, мы будем ставить минус. Итак, первая задача. У нас имеются акции компании. Мы их не знаем. Мы обозначаем х. И теперь нам говорится, что они в понедельник подорожали на некоторое количество процентов. Итак, 100 прибавить n, потому что они подорожали и деленное на 100. Во вторник подешевели на то же самое количество процентов. То есть 100 минус n и деленное на 100. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. По-прежнему число х, только теперь оно будет умножаться на 100 минус 4 деленное на 100. Итак, что мы видим? Х и х здесь числа одинаковые. Поэтому мы можем поделить на х, потому что это число положительное. Это стоимость акции, она не равна 0. Что у нас остается? Остается у нас 100 плюс n умножить на 100 минус n, деленное на 10 тысяч. И равняется 100 отнять 4, это 96, и поделенное на 100, это 0,96. Ну дальше это дело техники. Значит, мы видим с вами разность квадратов. Это 10 тысяч минус n квадрат. Отсюда равняется, 10 тысяч умножаем на 0,96, и получается 9600. Ну отсюда просто-напросто считаем n. При условии, что n у нас больше нуля, мы получаем, что n равняется 20. Понятно, что небольшой элемент решения я пропустила. Итак, наши акции подорожали или подешевели на 20%. Задача номер 2. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если выставленный на продажу за 200 до 20 тысяч рублей, через 2 года был продан за 15 тысяч 842 рубля. Итак, что такое 15 тысяч 842 рубля? Это окончательная цена. Получаем. Значит, выставлен он был на продажу за 20 тысяч рублей. Получаем. Значит, 2 года этот холодильник продавали. И 2 года цена уменьшается на одно и то же количество процентов. Значит, мы умножаем на 100 отнять n, деленное на 100, и все это в квадрате. Ну, теперь мы начинаем решать. Итак, если мы сократим тут немножечко, то мы получим 15842 рубля, равняется 2 на скобочку 100 минус n в квадрате. Далее сокращаем на 2, получаем 7 тысяч 921 рубль, равняется 100 минус n в квадрате. Далее я пропускаю решение. Это обычное квадратное уравнение. Либо математические классы могут решать его через модуль. Значит, нам подходит вариант, когда n равняется 11. Следующая задача. Задача номер 3. Клиент А сделал вклад в банки размере 7700 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент B. Еще ровно через год клиенты A и B закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент A получил на 847 рублей больше клиента B. Какой процент годовых начисляет банк по этим вкладам? Итак, что мы для начала должны понять? То, что разность между деньгами клиента A и клиента B получается 847 рублей. Вот это самое главное. Все остальное делается по той же самой формуле. Итак, вот наш клиент A. Он положил в банк 7700 рублей. Деньги в банке у него были 2 года под то же самое количество процентов, что у клиента B. Но какое это количество процентов неизвестно. Поскольку количество процентов, добавленное банком, это содержит знак плюс, то мы запишем 100 прибавить N деленное на 100 в квадрате. Что такое деньги клиента B? Это те же самые 7700 умноженное на 100 прибавить N деленное на 100 только уже без квадрата. Потому что он держал деньги в банке 1 год. И теперь мы составляем квадратное уравнение. 7700 на 100 плюс N деленное на 100 в квадрате. Отнимаем 7700. 100 плюс N деленное на 100. И равняется все это 847. Теперь, когда мы с вами составили такое уравнение, нам не очень хочется возиться с внутренней частью, и нам очень не нравятся коэффициенты. Для начала мы попробуем поделить все коэффициенты на 77, а потом мы заменим внутреннюю часть на T. Давайте это все распишем. Итак, 100 прибавить N деленное на 100 это T. Ну и поделим на 77. Что мы при этом получаем? 100T квадрат минус 100T. И минус, потому что мы 847 перенесем в эту сторону. 11 равняется N. Решив это уравнение по дискриминанту, мы получаем, что T1 будет равняться 1,1, а T2 это будет минус 0,1. Вот теперь, когда мы это все нашли, мы начинаем с вами растуждать, что количество процентов в нашем случае не может быть отрицательным. То есть вот это нам не подходит. Подходит только вот это решение. Подставляем. 100 прибавить N деленное на 100 равняется 1,1. Отсюда 100 прибавить N равняется 110 или N равняется 10. То есть они положили в банк под 10%. Субтитры сделал DimaTorzok